Сегодня у нас в ролике присыпка сосны веймутова. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня будем присыпывать сосну веймутова. Итак, начнем. Вот ее побег. Вот это уже ствол и образовываются иголочки. Вот до этого расстояния тут будет ствол и иголок будет мало. А вот здесь уже их будет много. Поэтому я хочу чтобы ствол у меня был повыше, я прищипываю 1 треть. Можно прищипать все сразу. Вот здесь вот обрезать и все. Там все равно пойдут почки, она будет здесь. Но я хочу чтобы она была повыше, поэтому... Вот такой процесс довольно легкий. И повозиться надо, конечно. В принципе, я думаю процесс понятен. Прищипываем полностью по всему, по всей окружности сосны. Каждую большая. Нам нужна сосна пышная и небольшая. Ну, я, как уже говорил, в районе двух метров хочу их держать. Вот видите, уже побег очень большой. Но он еще больше будет. Опять же, я, как и говорил, как и у сосны крымской. Сосна вообще дает хорошие длинные побеги. Может быть. Вот я прищипал вот в прошлом году вот этот побег. Вот он вот сколько дал. Я прищипал его где-то вот так. Видите, иголок довольно таки мало. Здесь я прищипываю меньше, потому что здесь будет иголок намного больше. Но он тоже даст примерно сантиметров 25. То есть 25 где-то вот такая будет сосна. Более пышная. Продолжаем процесс. В принципе, я думаю... Я думаю всем понятно, как это делать. Это я делаю рукой. Можете делать это все секатором, но рукой мне удобнее. Во-первых, иголочки не задеваются. И так по кругу. Вот здесь. Очень легко обрывается. То есть проблем никаких нет. Сосна формируется очень хорошо. Сейчас пройдемся еще к сосне крымской. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok